Ну-ка, всё. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас было 47 человек, сейчас 44. Кто-то не выдержал. Сейчас уже даже не скажешь, что мне надо куда-то бежать. Потому что бежать некуда, только если по квартире побегать. Но поэтому, ну, кому-то, может быть, срочно что-то сделать. Итак, я хотела сказать только вот что. Поэтому, ребят, ну, во-первых, мы не знаем, когда кончится. Вчера я несколько раз слышала от нескольких людей. Я говорю, ты что сидишь-то? Заказов нету, у нас заказы вроде бы как идут от себя, никаких заказов нет. Она говорит, ну вот сейчас, когда всё это кончится, я продолжу, я начну. Значит, должна вам сказать, мы не знаем, когда это кончится. Пока у нас идёт всё более или менее нормально. Но мы должны сейчас просто привыкнуть к тому положению, в котором мы находимся. Ну вот есть ситуация, да, есть условия. Не самые плохие условия, надо сказать. Вот просто, ну, не самые плохие условия. Поэтому мы всегда мечтали отдохнуть, посидеть дома. Вспоминайте, сколько раз мы это говорили. Вот, пожалуйста, вам посидели. Посидим, отдохнём. Хотя могу сказать, что мне кажется, что я была чуть-чуть свободнее. Может быть, не намного, но чуть-чуть свободнее, когда у нас была обычная нормальная ситуация, чем сегодня. Почему? Да потому что надо всё переориентировать, ту работу, которая была, переориентировать её в интернет-пространство. Вот сейчас чуть-чуть, два слова. Ребят, вспомните, что вы обычно делали, пропишите это аккуратненько. Когда были звонки, когда вы встречались с людьми, когда вы проводили обучение. Вот просто пошагово, что вы обычно делали. И всё это перенесите в интернет-пространство. И сразу всё становится более-менее на свои такие, на свои рельсы нормальные. Поэтому пропишите расписание, что вы обычно делаете. Вот у нас идут мероприятия. Я сейчас просто хотела вам, сейчас я включу демонстрацию экрана, хотела показать те группы, которые у нас есть в Скайпе, где мы общаемся. Мне уже кажется, что их слишком много. Но вот сейчас я открыла свою страничку в Фейсбуке. Она не очень просматриваемая. Наверное, потому что многие просто сидят у телефона. И вот здесь есть какие-то... Я всё время выкладываю всякие разные штуки интересные. Кстати, если выйдете на мою страничку, посмотрите вот это видео. Я сейчас не буду его до конца показывать. Если вы сейчас, может быть, видите его. Видео достаточно интересное и яркое, которое говорит о том, что не всё то, что мы видим, является тем, что мы думаем об этом. Так вот, смотрите. Я тут и картинки выкладываю. И рельские водопады из швейцарской странички. И здесь не очень много лайков там или просмотров, не знаю. Стоило мне только вчера выложить вот эти ролики, которые сделали девочки. Кстати, хотела сказать, доверяйте своей молодёжи. Потому что идея принадлежит просто показать и рассказать. Но это, конечно, не идея. Не идея, идея никто никогда не делал. Многие делали, да, у блогеров там это видно и так далее. Но, тем не менее, сделать это у нас принадлежит Вике. Вот Вика до 4 утра не спала, значит, придумала, что она будет делать. А когда... Так, куда я делаю эти ролики? Вот они. А когда пришла, уже стали мы придумывать, как это делать. Да, оператором была Лена, а название принадлежит, когда мимо проходила Ирина у нас, уборщица, она мимо ходила, когда они снимали, она сказала, ну-ка сделайте вивасан на диване. Почему бы и нет? То есть вот они как-то втроём это всё и придумали. Я только чуть-чуть корректировала содержание, чуть-чуть. Всё остальное они сами там делали. Ну, просто потому что видно было. И что ещё мы делали-то? А, время. Первый был ролик на 3 минуты. И вот представьте, 3 минуты мне показалось очень долго. Ну, то есть вот для этого действия очень долго. Они сократили до 2, и потом удалось сократить до минуты 40, минуты 20. Вот это прям идеально было. Ну, а Игорь нам всё это собрал в кучу, выложил, сделал нам текст. Вот что такое командная работа. Всё это заняло, ну, может быть, не знаю, часа полтора-два всё вместе. Потому что они выбирали место, они сидели около окна, потом переписывали, ну и так далее. Так вот, что я хочу сказать. Красивые картинки Швейцарии и так далее. И там вообще всякие интересные штуки. И в группе потеха всякие смешные вещи. Кстати, я хочу сегодня закончить как раз одним видео очень интересным. Так вот, лайков миллион просто было очень много. Я выложила их, вот эти ролики, всюду, куда только могла. Я и в скайпе сбросила в группы, я сбросила, ну, в общем, всюду. Пока, так сказать, не очень умею, чтобы прям бросил это видео, и оно везде. Ну, чтобы все увидели, потому что не все смотрят во все ресурсы. Так вот, сразу, сразу покатились лайки, покатилось перепосты и прочее, прочее. И вот здесь уже сразу понятно, что сейчас людям особенно нужно. Очень коротенькое, очень важное, актуальное на сегодняшний день. Ну, и вот тебе и всё. И васан на диване пошёл у нас. Дальше мы попытаемся что-то сделать, и вы тоже можете что-то сделать, спрей для рук. Теперь, всё-таки, всё-таки, посматривайте иногда, потому что и выкладывайте вашу актуальную информацию. У меня группы, значит, Вивасан наша Швейцария, вот она, да. Потом есть группа потеха, ну, там я в основном стараюсь какие-то смешные вещи. Вот, это мне откуда-то из Израиля прислали, да, шарик многоэтажки, сегодня гулял 60 раз. Ну, и всякие там разные штуки. И сейчас мы закончим её. Потом есть группа офиса Вивасан, может быть, это долго. Но на что я рассчитываю, что где-нибудь, кто-нибудь, когда-нибудь выйдет и посмотрит, да. Вот Саша Криничкина, она в Вене сейчас, это Надежда Криничкина и дочка. Она проводит, правда, очень большие, на мой взгляд, очень долгие, но кому-то это нужно. По ароматерапии, но она очень симпатичный человек, хороший ароматерапевт, она как бы понимает, что она делает. Кроме того, есть такая группа доктор Вивасан, и мы там выкладываем, стараемся во всяком случае тоже. Вот видите, я везде понапихала эти ролики, везде есть Саша и кое-что из информации такой про Гусакова, докторские наши, вот Адонев у нас про суставы и прочее. То есть можно посмотреть где угодно, почему я все-таки их не удаляю, не оставляю одну единственную группу. Вот еще спасибо Вивасан. Вот Сашка молодец, она везде себя понапихала во все эти самые, во все группы мои бросила, чтобы куда бы человек ни вышел, он где-нибудь что-нибудь найдет. Там не посмотрел, может быть, здесь посмотрим. Есть еще такая группа «Спасибо, Вивасан», где мы пишем благодарности, вот видите, Саша и тут, и здесь. Люда Бублиева выкладывает очень интересные, спасибо, дорогая, тебе интересные посты, ну и прочее. То есть можно куда-то вылезти. Теперь распишите в расписании, когда вы что делаете. У меня четко, да, в понедельник у меня в 11 утра там для менеджеров планерка, во вторник у нас есть такая танцевальная группа в онлайн, в среду мы с оргсектором разговариваем, хотя мы с ними разговариваем целыми днями. В пятницу у меня групповые собрания, в 10 утра в субботу тренинг-центр, и как бы все вот это расписано. Как только вы напишите себе неделю и по времени, когда вы что делаете, и посмотрите на эту бумажку, значит, тысяча процентов внутри вас появится вот это ощущение стабильности и будет спокойнее. Это я просто вот вам обещаю. Так, теперь, что касается оборота. Все, кто находится сейчас в разных городах, у кого какие условия, но одно условие остается практически у всех одинаковое. Все сидят дома, и можно товар отправлять только по заказу. И призываю вас ничего не ждать, еще раз говорю, потому что на сегодняшний день я вчера пересмотрела очень много всяких таких вот ученых. Там был Игоряев, там был Фролов, немножко такая информация страшноватенькая по названию, типа апокалипсис сегодня, что-то в этом духе. Но когда начинаешь смотреть, в общем-то, все достаточно объяснено. Так вот, смотрите, что просто вот тупо из всего того, что я слышала, если сказать, какие выводы сделаны. Иммунитет, говорится, у каждого ученого слово иммунитет звучит бог знает сколько раз. Кстати, прочитайте внимательно то, что написал Томас, он это не от себя пишет, он советуется и разговаривает с вирусологами в Вене и в Австрии, и в Швейцарии, поэтому как бы вот там много чего. Вот из всего этого иммунитет – это самое первое и самое главное. Кстати, иммунитет, который подгоняется, как мы иногда прям наваливаем кучу витаминов, там всего на свете, иммунитет – это такая штука, которая достаточно медленно восстанавливается. Он должен быть просто крепкий. А для иммунитета эта наша продукция просто идеально работает, потому что она натуральная. Теперь второе. Мы с вами, вот у меня была путаница в голове, вирусы, бактерии – это же разные вещи. Да, разные вещи. И вот что они говорят. Вирус, когда цепляется, дальше идут, человек не умирает от самого вируса, он умирает от всяких разных таких бактериальных проблем. И вот всякие бактериальные проблемы могут нам много неприятностей доставить. А для того, чтобы с этим справиться, нужны опять же наши эфирные масла. И опять же говорят о микроэлементах, о витаминах. Вот абсолютно один в один то, что говорили мы всегда. Это первое. Второе – это, конечно, информативно, информационная передача этой дряни. И все мы… Уже сегодня Игорь назвал вот эту штуку, которая там бродит и бегает лапушкой. Вот, наверное, да, правда. Потому что мы рисуем себе страшные картины, а это информационный вот этот вот яд. Поэтому релакс, релаксина нам в помощь, вперед из песни и все время рисовать себе красивые картинки. Смотреть на красивые картинки, смотреть на солнышко, смотреть на какие-то пейзажи, не знаю. Выходить в третьяковку, слушать или веселиться, потому что радость мы приносим сами. Вот это второе. То есть иммунитет. Дальше – позитивный настрой. У Томаса в первом обращении, если вы обратили внимание, внизу, в самую последнюю страничку, это «Позитив лайф», «Позитив» там чего-то такое еще. «Майнд», по-моему, «Позитивный ум», «Позитивная жизнь» и так далее. И что-то еще там было у меня в голове из того, что есть. Но вы знаете, я сначала посмотрела, я сбросила своему другу, он вечером, он мне пишет, что за ужас ты мне прислала на ночь, к ночи, потому что такое страшное название. Но когда ты уже вникаешь в это все, ты понимаешь, что справиться с этим возможно, абсолютно возможно. Но все зависит только от тебя самого. Поэтому, когда я начинаю говорить со своими клиентами, и они мне говорят, ну ты что, сейчас денег нет, деньги надо там беречь как-то, как-то там они прижимают, то я сразу говорю, так, послушай меня, пожалуйста, внимательно, ты сейчас их куда тратишь? Вот сейчас, не выходя из дома, кроме гречки, да, и там молочка, может быть, куда ты их тратишь? Да ну вот, а вдруг что-то, я говорю, вот единственное вдруг, которое может быть, это твое здоровье. И вдруг, и не вдруг, это только здоровье. Поэтому посмотри внимательно, что у тебя есть в доме из Вивасана, и что тебе еще нужно. И пропиши еще, чем конкретно ты пользуешься сейчас, сидя дома в Вивасане. Вот чем конкретно. Что ты делаешь утром, когда ты полоскаешь горло, и чем? Когда ты пьешь горячую воду, что, в общем, рекомендовано каждые 15-20 минут, понятно. Тут уже не будем эти рекомендации повторять. Я еще раз вас призываю к тому, чтобы вы прописали ваши действия дома. Чтобы вы звонили, говорили с людьми, общались с ними, ну и так далее. Сейчас, сегодня, потому что, когда это кончится, мы наверняка не знаем. И, кстати, когда это кончится, у нас опять будет, вот сейчас мы выйдем, настроимся, ну и прочее. В общем, настроились, выходите, уже сейчас, уже сегодня. Вот. Ну, это то, что вот прям, извините за пафос. То, что было, так сказать, то, что очень хотелось сказать. А где Томас, ты про Томаса говоришь, а где это он написал? Значит, он написал это, наверное, на этом самом, да везде он это написал. Сейчас я вам открою обучение. А я это выложила, Игорь выложил, я попросила Игорь выложил. Наташа, я тебе переслала на почту, ты ее не открывала. Это рассылка, Игорь Александрович. У всех на почте это. Девочки, смотрите. Спасибо. Еще один вот пункт в вашем расписании. Когда, в какое время дня вы заглядываете в скайп, почту и соцсети. Вот это еще один будет пункт. Вот в этом самом нашем обученческом тренинг-центре новости. Видите? Открываете новости и видите все, что там есть. Там уже у нас три страницы. Это продолжение. Вот это вторая его часть, которую он написал сейчас. И, кроме того, еще рекомендации по продукту. Он еще пишет, какие рекомендованы на сегодняшний день продукты. Если вы посмотрите вниз справа, там три страницы. Вот вторая страничка. Еще тут у нас чего-то было. Еще чего-то было. Кстати, Таня Панарина, спасибо тебе большое за вот этот вот пост. Потому что я Татьяну попросила, и к Пане Среди лесов еще, да? Татьяну попросила, она выложила и на основе вот этой вот, я забыла, еще одного автора. Это сценарист. Сценарист Панарина у нас был этого ролика. Потому что на ее, как раз вот на этот пост мы сделали маленький ролик. Вот здесь можете прочитать еще вот здесь. Хороший пост, да? Это вот цели для меня, которые я выложила. Это первый пост Томаса Гетфрида. Так, и еще есть третья страничка, для кого курс, для тех, кто хочет построить структуру. И вот тот самый, который я говорила, последний ролик, Positive Mind, Positive Vibes и Positive Life. Так, с этим все понятно? Да? Скажите, да-да-да? Да. Да, понятно. А теперь заканчиваю. Я сейчас открою ролик. Я хочу закончить вот на такой... Главное, не волновайтесь. Вот вообще, можно подумать с голоду. Нет, не умрем. Вот закончится это. В гости к друг другу будем ходить. Вот там друг друга есть. Так трудно, что ли? Вот главное, не волновайтесь. Главное, спокойствие. Вообще можете не волноваться. Вообще не волноваться. Вот так вот. Как вам это, не волновайтесь? Отлично. Вот это можно отправлять. Можете в потехе просто вытащить. И главное, не волновайтесь. Это самое-самое-самое главное, правда. Я его смотрела, и помню, сколько раз. То есть я просто сидела, и я не могла насмотреться на этого малыша. Это из Израиля у меня просто друзья там. И вот они выкладывают там интересные вещи. Я, кстати, сейчас просто было не только интересно, но еще как-то вдохновляюще. Я сейчас из разных стран, вот у кого есть в Фейсбуке, или в Фейсбуке у меня друзья и прочее, я пытаюсь и Швейцарии вытаскивать эти картинки, которые они выкладывают из Израиля. Но из Мексики что-то у меня не та подружка. Она как-то так. Ну, во всяком случае, из Италии уже что-то там присылала. Помните про Масяню? Это не пипец. Вот. Но главное, мои дорогие, не волновайтесь. Даже вообще можете, ну, просто совсем. Будем ходить друг к другу в гости, все будет хорошо. Спасибо вам за внимание. Люблю, целую. Игорь, есть еще что сказать? Игорь, вам отдельные поклоны. Спасибо, потому что, ребят, я, конечно, если вы думаете, что у него они были готовы, эти ролики, он все это пишет с листа. И я, честно говоря, если мы не успеваем пересмотреть, он как-то успевает еще и отвечать на вопросы, еще домашние задания проверять. Спасибо всем большое. Спасибо. До следующей субботы. Учимся. Если есть вопросы, главное, не волновайтесь и задавайте вопросы. Потому что, когда вы не задаете вопросы в группах или где-то еще, нам становится страшновато. В скайпе, кстати, вот в скайпе еще я хотела показать. У меня тут тоже, ну, вот они как-то вот с горя появились. Ну, Viva Stars, вы знаете группу, да? Группа Viva Stars. Для руководителей городов у нас есть, один раз в месяц мы там встречаемся, у нас есть отдельная группа. И сюда я тоже выкладываю информацию. Тут вот планерка, тут проект ТОП у нас, который проходил целый год. И я думаю, мы с вами встретимся в скором времени. Так, теперь. Вот знаешь что, хорошо вот написать это все. Мы вчера вот выясняли, что, когда и во сколько. Мы же сами запутались. И чего? Ну вот хорошо бы это как-то все это в одно место собрать, чтобы в понедельник там планерка в 11, чтобы во вторник там вот раз в месяц там или когда-то вот это, чтобы мы могли подключаться, а то мы можем прозевать. Наташ, я как раз про это вам и говорю. Потому что у меня-то это все написано. Я знаю, когда у нас что. Оль, а ты можешь это выложить, где у тебя написано? Наташ, вот поверь. Наташ, ты позвони мне, я тебе все скажу. Хорошо, Тамара, спасибо. Наташечка, вообще-то у вас есть такой замечательный инструмент, как лидер таск, туда все запишите, и вам будут напоминать. Да, кстати. Но даже дело не в этом. Вот в лидер таске там будет напоминалка. Но сколько бы я не написала вот эту бумажку, либо, или там это самое выложила, либо вы потеряете где, либо вы забудете, что она написана, и так далее. Пока сам себе не пропишешь вот в лидер таске или где-то еще, не пропишешь и не поставишь будильники, ну, поверьте, это вот ну никак. Это как с обучающим центром. Там огромное количество роликов. На все случаи, во всяком случае, жизни. Да, сейчас, сейчас пока. Наш интернет жизни. И нам некогда посмотреть. Но все-таки главное, девочки, не волновайтесь. Пока, пока. Пока, спасибо. Спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok